Здравствуйте! Приветствую вас в Доме Знаний. Меня зовут Кабукаева Асяд Яхикадина. Тема нашего вебинара – декоративно-прикладное искусство Дагестана, села Кубачи. С этой темой мы познакомились в ходе просмотра видеоурока на сайте Дома Знаний. После просмотра нам поступили вопросы, на которые я отвечу в ходе нашей беседы. И основные из них – как возникло и развивалось искусство Кубачи. Сегодня мы поговорим о том, как отражается история и религия на формировании и становлении искусства в частности именно декоративно-прикладного. Я начну нашу беседу с такой легенды. Когда в Персии услышали про кубачинских умельцев, в город Дагестана послали гонца с тончайшей проволокой. Дескать, попробуйте изготовить такое же. Кубачинцы недолго думая просверлили в ней отверстие и отправили обратно. Кубачи является одним из наиболее известных центров народных промыслов Дагестана. Здесь практически в течение двух тысячелетий сохранялось уникальное искусство художественной обработки металла. Более раннее название села Зрягеран по-персидски означало «кольчуга-делатели», а нынешнее название «кубачи», данное ауло в XIV веке турками, означает «бронники». Ее тысячелетнюю историю подтверждают дошедшие до нас средневековые письменные источники, в основном восточного происхождения. Во многих из них отмечалось высочайшее мастерство местных ремесленников в резьбе по камню и дереву, строительном деле, обработке кости. Однако ведущей отраслью традиционного ремесла была металлообработка. Еще в VI-VII веках здесь производились кольчуги, шлемы, кинжалы, мечи, разнообразная медная и бронзовая посуда, серебряные украшения. Все эти изделия пользовались спросом далеко за пределами края. Кубачинцы до принятия монаистических верований придерживались религии зороастризм. Считается, что религия древнеиранских племен проникла к ним в тот период, когда Южный Дагестан находился в составе Кавказской Албании. Он был завоеван сасанитским Ираном и в V веке включен в его состав в качестве отдельной провинции. Это отразилось в декоративно-прикладном искусстве и воплотилось в сюжетах средневековых кубачинских каменных рельефов. В XII-XIV веках высокого уровня достигло производство литых бронзовых котлов. Их даже использовали в качестве денежного эквивалента. Кубачинский литой котел имеет полусферическую форму с тремя короткими ножками, с двумя четырьмя боковыми ручками, за которым подвешивался цепями над костром. Сверху котел герметично закрывался медно-чеканной конусообразной крышкой. В основе орнаментального оформления бронзовых котлов лежат древние традиционные мотивы – звериный гон, вооруженные войны, героические сцены с львами, барсами, сцены охоты, птицы и т.д. Аналогичные изображения можно увидеть и на каменных рельефах старинных надгробий. Традиция была украшать каменной резьбой не только надгробия, но и мечети, сторожевые башни и стены домов. Албанские камни имели рельефное изображение живых существ – людей, хищных зверей, драконов, птиц, умело вплетенных в растительный орнамент. Сами контуры фигур – звериные гривы и хвосты, оперения птиц – тоже решены орнаментально. Все изображалось по памяти и воображению, поэтому никогда ничего не повторялось одинаково дважды. Все отличается творческой фантазией. Эти изображения обычно относили к домусульманскому периоду. И все это отражало социальный строй и мировоззрение кубачинцев. А поскольку ислам вообще не допускал изображения животных, существ, то начиная с XVI века в искусстве в целом наблюдается вытеснение изобразительных сюжетов и усиление орнаментализма. Кубачинцы были знамечательными резчиками, наносившими на камень превосходные орнаменты. На самых ранних, сохранившихся надгробиях, в узоры красиво вплетаются куфические, а на более поздних, похожие на причидливую вязь, арабские надписи, передающие имена умерших, а также различные пословицы и изречения из Корана. Запреты ортодоксального ислама отображать живые существа и жесткие рамки религиозных канонов направили творчество мастеров на разработку орнамента, который еще в эпоху Средневековья становится необычайно богат по видам и многообразен по композиционным решениям. Исходя даже из этих памятников, можно определить ход развития декоративного искусства кубачинцев за много столетий, так как оно менялось от одного века к другому. В рельефах бронзовых котлов со временем все эти изображения тоже постепенно исчезают и в оформлении все больше места занимают растительные и геометрические орнаменты. Наряду с изделиями бронзового литя в кубачи широкое распространение получило метно-чеканное дело. Она известна еще с XIII века по всему Нагорному Дагестану. Кубачинцы изготавливали эти изделия для внутреннего рынка. Их не вывозили за пределы аула и окрестных селений. На рост оружейных промыслов Дагестана особое влияние оказала Кавказская война, где особенно интенсивно развивается производство огнестрельного оружия. В XIX веке в селении Кубачи началось широкое производство пистолетов с кремниевыми замками. Кинжалы и шашки становятся обязательным аксессуаром повседневного и парадного костюма у горцев, у русских офицеров, многочисленного казачества и украшения мужского костюма в городской культуре всего за Кавказьем. На ряду с оружием кубачинцы изготавливали ювелирные изделия из серебра и предметы посуды, шкатулки. Работа с техникой нанесения на изделия горячей перегородчатой эмали появилась в XIX веке и связана в основном с опытом подражания восточным антикам и изделиям, попавшим в Кубачи с Запада и из России. Мастера владеют многими техниками обработки металла, такими как гравировка, чернь, филигрань, насечка золотом по металлу и кости и так далее. Там техник огромное множество. И методом литья изготавливались в начале XIX века светильники необычной формы. В народе их называли шайтан-черах по фамилии одного кубачинского рода шайтановых, который первым начал отливать такие светильники. Небольшой сосуд внешне похож на узконосную туфельку с ручкой на четырех низеньких ножках. На носике классическая лампа обязательно сидит птичка, символ света и мирного очага угорцев. Такой светильник использовался как фонарик при передвижении ночью и освещении камина и совершении особых ритуалов. Нередко поверхность лампы покрывалась орнаментом. Искусство кубачинцев Израиля развивалось в широких взаимосвязях с искусством многих стран и народов Закавказья, Ирана, Турции и стран Аравийского полуострова. Однако феномен этого искусства состоит в том, что оно в ходе своего многовекового развития не только обогащало за счет элементов искусства других народов, но и смогло оказать определенное влияние на развитие ювелирного дела и производства художественного оружия более крупных и многочисленных этносов Северного Кавказа, Закавказья, Ирана и Средней Азии, где кубачинские мастера в XIX-XX веках работали отходниками. Основная масса мастеров выехала из родного села в поисках заработка в крупные города. И на основе вековых традиций были найдены новые принципы в украшении бытовых вещей. После революции в Кубачи была организована ювелирная артель, которую затем преобразовали в Кубачинский художественный комбинат, ставший один из крупнейших предприятий народных художественных промыслов Дагестана. В 1937 году на Всемирной выставке искусства и техников в Париже работам кубачинских мастеров была присуждена высшая награда – Гран-при. Еще один наиболее часто задаваемый вопрос – как мастерство кубачинцев отражается в быту? Есть ли еще какие-то особенности в их повседневной жизни? Кубачинцы всегда были не только умелыми мастерами, но и потомственными собирателями декоративно-прикладного искусства стран Востока и Запада. У каждого кубачинца имеется своеобразная традиционная коллекция музеев, которую он постоянно пополняет. Они называют эту комнату «Хотналакал», что в переводе означает «Комната тарелок». Интерьер отличается своеобразием комнаты. Пол был сделан из больших каменных плит, и сверху его настилали ковры. В средней части одной из стен находился пристенный очаг с богато орнаментированной плитой. Вдоль другой стены располагались полки для разнообразной металлической посуды местного производства и ближневосточного происхождения. Две другие стены увешивались рядами метных подносов, парфоровых и фаянсовых блюд. Этот интерьер со своеобразным домашними музеями сохраняется и ныне у большинства жителей села, хотя жилище и претерпело изменения. Некоторая часть коллекции домашнего музея кубачинства состоит из предметов собственного производства. Другая, не менее интересная часть, из посуды художественных изделий и сувениров, привезенных из других стран – Ирана, Турции, Сирии, Ирака, Франции, ну и т.д. Если говорить о кубачинском орнаменте, то следует отметить, что к началу 20 века сложились знаменитые узоры. Традиционный кубачинский орнамент преимущественно растительный. Обычно покрывают поверхность изделия густой сплошной сетью, заполняя его пышной тканью в волнистых линий, завитков, головок и розеток. По декоративному эффекту орнамент кажется бесконечно разнообразен, но если внимательно разглядеть его, можно выделить сравнительно небольшое количество элементов. У каждого элемента есть свое название. Существует несколько традиционных орнаментальных композиций, которыми пользуются мастера при составлении собственных вариаций орнамента, нося изменения в структур и создавая новые варианты. О них у нас подробно рассказано в видео уроке. Но еще один такой интересный факт, что в нескольких мировых музеях хранятся произведения кубачинских мастеров. Эрмитаж располагает в богатейшей коллекции образцов кубачинского искусства, начиная с раннего средневековья и до наших дней. А в лондонском музее Виктории и Альберта есть коллекция холодного оружия, принадлежащая некогда английской королеве Виктории. К ней она попала в качестве подарка от Александра Третьего, специально заказавшего для этого случая работу кубачинских мастеров. Практическое задание будет заключаться в выполнении орнамента, применяя элементы кубачинского узора. Это задание будет выполняться в два этапа. Сначала вы поопражняйтесь в рисовании элементов, а затем нарисуйте сам орнамент. Его обязательно покройте черным цветом, имитируя черни. Я рада нашей встрече, желаю вам удачи в вашей работе. Увидимся на следующем вебинаре о платформе Дома Знаний. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok